мур привет друзья с вами зверько и больше откладывать нельзя я должен вам рассказать как же играть за этого непонятного сана нет эскейпа нет уберменш навыков лишь чувство недосказанности где-то внутри давайте разбираться и придется это делать с навыков пассивка бог обезьян когда сан или его клоны атакуют противника его броня уменьшается на 8 процентов стакается до пяти раз каждый удар поддерживает снижение стака мы срезаем броню на 40 процентов это даже не заменитель злобного рыка поскольку рык снимает броню только для хозяина сан же снимает для всей команды то есть если у танка 1000 брони мы снижаем ее до 600 срезает 400 брони только представьте себе это но магическое сопротивление не снижается и так пассивкой будучи в бою мы помогаем всей команде снижая броню одного персонажа при том не обязательно бить его лично хватит и клонов первый навык бесконечные варианты сан бросает свой посох и герои и монстры в которых он попадет получают урон и замедление бега 60 процентов на 2 секунды попадение в лесного монстра или героя или то что считается героем вызывает двойника с показателем 40 процентов от показателей сана урон всех двойников лечит а размер лечения зависит от самого урона кстати скорость атаки двойникам в ближайшем обновлении собирались повысить что увеличит полезность этого навыка поскольку посох летит медленно и не всерьез то есть недалеко главный плюс с этого двойника тоже работают пассивки предметов догнать кого-то вряд ли получится уж очень медленно посох летит а для броска сам останавливается но можно откидываться от соло преследователя кулон от ульты дублирует бросок посоха но не вызывая двойника второй навык мгновенное перемещение сан совершает прыжок с ударом к цели получая повышение скорости перемещения на две с половиной секунды если активен клон суп ты клон совершает то же самое навык для сокращения дистанции и может работать с перком замедления в ветке бойцов в эмблемах частые комбинации прыгнули с клоном и основным саном отбежали вкус чтобы снять таргет себя потом кинули палку и вернулись или более частый прыгнуть и тут же кинуть палку во врага вторым кошмарить одного веселее ульта техника клонирования сан создает своего двойника имеющего 70 процентов атаки на первом уровне и 100 процентов на третьем уровне во время призыва сан исчезает на полсекунды что позволяет уклоняться от входящего урона и заклинаний двойник получает больше урона чем основа но так или иначе это наша основная угроза противнику поскольку противнику в бою приходится сталкиваться не с одним а с двумя санами плюс двойник от первого навыка у которого тоже работают статусы пусть он и не так хорош кроме того можно неплохо отличиваться с помощью ульты в лесу или на линии так мы переходим к эмблемам эмблемы завязаны на вашей тактике и привычки боя можно выделить бойца калечащий удар чтобы мы замедляли с навыков но у нас всего два атакующих и лишь один с гарантированным уроном эмблемы лесника через скорость удара и охотника ветерана если из доп способности выберем возмездие фарм критично важен для сана более чем для кого-либо ну и мой наиболее частый выбор эмблема убийцы с увеличением урона в 6 процентов по соло цели также от вашей привычки будет зависеть выбор способности например тоже бессмертия накидывает щит и наклонов что позволяет продлить им жизнь в бою железная стена поможет против убийц отцепенение и вдохновение помогают в бою а спринт и вспышка и если хотите иметь хоть какой-то существенный эскейп тактика есть по сути два направления но оба требуют навыков чтения карты сан становится опаснее с каждым приобретенным айтемом особенно теми что работают в совокупности и навешивают статусы ваша основная задача не застуканными быть на месте крипы и мобы до хитрой ганги что может быть интереснее вообще fight до получения первого предмета на урон можно и не соваться от вас пока мало толку сосредоточьтесь на фарме и уже взяв к примеру меч охотника на демонов можно искать одинокую жертву с этим мечом для нас опасны маги про кастеры или убийцы но не танки вообще сан контратанком если танку не помогут он скорее всего погибнет за считанные секунды поскольку с него срезается 40 процентов брони и 10 процентов от максимального хп каждым ударом а у нас получается трое с охотником на демонов вы клон с ульты и клон с навыка следующая цель это дк и маги без сильного массового урона и желательно без эскейпа и им тоже нечего противопоставить сану удобнее подождать в кустах ультануть и только потом прыгнуть к жертве вторым навыкам после замедлить первым и вот уже трое кошмарят одного проблема же с убийцами на старте пока у нас нет предметов броню или хп они нас убивают а пока у нас нет предмета в атаку мы не можем фармить и не очень пригодны к бою а также опытные убийца серьезно замедляет наш фарм подытожим мы гуляем по лесу и зачищаем линию а гуляем и для гангов один на один вторая тактика это пуш я использовал ее несколько раз на мифике когда пик был неудачный по урону но достаточно живучий я не отвлекаясь на файты продавлял боковую линию поскольку стоит оставить сан одного и он снесет башню со скоростью юня благодаря ульте один противник не может пойти защищать поскольку если у сана есть голова он собрал первые контр предметы приходится отходить на защиту минимум двум пользуясь передышкой союзники спушивают другую боковую линию получается один сан против двух один союзник на пуша и трое защищаются от 3 также эта тактика позволяет держать уровень фарма который обычно приседает при тактике полной защиты самое сложное сборка тут вам придется пересматривать мл-факты самостоятельно изучать предметы которые не опубликованы либо изменены и грустить что скоро изменят примерно 35 предметов главное собираться контр пик к противнику я покажу лишь один из множества вариантов сбора которые предпочитаю меч охотника на демона и мы становимся грозой для танков эффект умножается на 3 сапоги спешки скорость ударов конечно коса коррозии предотвращает побег цели если у нее нет эскейпов поскольку каждый из ударов имеет шанс снизить скорость атаки также умножаем на 3 совершенный лед не оставляет шанса автоатакерам дает кд броню и главное снижает скорость передвижения на пять процентов и скорость атаки на 30 процентов также умножаем на 3 говорящий с ветром клинок позволит и вам и вашим клонам передвигаться быстрее разве что толку для клона от первого навыка немного слишком медленно бьет а вот клон ульты отлично активирует пассивку с магическим уроном крылья королевы апокалипсиса повысит живучесть для основы вот такая вариация если против вас есть персонажи рассчитывающие на регенерацию берите не стесняясь смертельный клинок уже третьим предметом он активируется любым клоном достаточно отправить в замес в нужную цель первым навыкам и например руби уже без отхила сложнее против магов с массовым уроном и убийц тут и предпочитаю взять оракула или как он переведен божественное вдохновение так мы сможем выживать в поединках против них и так главное фарм и мышление как же играть против сана самим саном тут только ваше чувство осторожности и понимание сможете его победить или нет другие персонажи очень опасно и ретель виксана аврора хайбуса сайбер но вы поняли или массовый урон без разбору или концентрированный урон в одну цель кроме того благодаря системе выбора цели этой иконке рядом с навыками закрепляется всегда настоящий сан на высоких рангах обманывать противника становится очень сложно на этом все играйте экспериментируйте и конечно напишите в комментариях о ваших успехах чтобы не пропускать видео подписывайтесь на канал чтобы помочь делитесь видео и ставьте лапки всем пока пока Продолжение следует... Продолжение следует...